У меня есть очень хороший друг, это Элла Вильямс. Это женщина. Она родилась в очень бедной семье. У нее 11 братьев и сестер. И отец всегда бил маму и девочек. И они очень бедно жили. И ее били. В 18 лет она решила бежать из этого ада. И она, для того, чтобы просто сбежать, она вышла замуж за молодого человека. А он тоже начал ее бить. Через 6 месяцев она с ним развелась. И вышла замуж за другого. Все это происходило в очень бедном районе. Но следующий муж опять ее калашматил. И она сказала, получается, что куда бы я ни пошла, меня все время бьют. И она оставалась с ним 10 лет. И наконец-то у нее уже появилось мужество попросить развода. И вот после этого она сидела на лестнице, на ступеньке. И она подводила итоги. И она так вот сделала краткое резюме своей жизни. И она стала смотреть на свою реальность. И она подумала так, ну в физическом смысле я совершенно разбита. Эмоционально я тоже полностью разбита. Потому что все равно муж продолжает ее поколачивать временами. Я очень бедна. У меня нет образования. Мне даже фактически не дали возможность ходить в школу. И у меня двое маленьких детей. Это была ее реальность? И вдруг она перестала, вот внезапно она перестала плакать. И она сказала, Хватит! Сейчас, после этого, я хочу, чтобы солнце освещало мою жизнь. Теперь я хочу увидеть свою возможность в этой жизни. Теперь я хочу стать предпринимательницей. Я не хочу больше рассматривать свои проблемы. Потому что проблемы — это просто попытка найти извинения. Я хочу найти решение. Я хочу быть предпринимателем. Все это началось у нее в уме. Ей понадобилось три года, чтобы создать собственную компанию. Дело в том, что она не знала, что такое многоуровневый маркетинг. Три года еще после этого ей понадобилось, чтобы получить первый заказ. И затем ей понадобилось еще три года. И ее избрали женщиной-предпринимателем номер один в Соединенных Штатах. Затем ее избрали женщиной года в Штатах и затем менеджером года. И она стала зарабатывать сотни миллионов. Это великая женщина. Я приглашал ее. И я переводил ее речь со сцены, как Ольга сейчас переводит меня. И я задал ей вопрос, я сказала, Элла, как ты сумела это сделать? Несмотря на двух маленьких детей. Я знаю людей. Я знаю людей, которые говорят, ну, я болен, я беден. Я слишком молодой, я слишком старый. Мой партнер виноват, моя семья виновата, мои дети виноваты. Дамы и господа, это реальность? Или это только стимул? Я спросил Эллу, я сказала, Элла, как ты сумела это сделать, этого достичь? Несмотря на двух маленьких детей. И Элла закричала на меня. Не несмотря на моих детей. А из-за моих детей. Вы видите разницу? Именно из-за, потому что. Если вы мама, если вы отец, если вы беспокоитесь о своих детях, то хотели бы вы сказать своему выросшему сыну или дочери, ну, я не смогла стать успешной из-за тебя. Вы захотите сказать своему ребенку, ну, понимаешь, это ты там меня сдерживал. Или же вы захотите сказать своему ребенку, я это сделал, потому что у меня есть ты. Спасибо. Спасибо.